Стихийный скотомогильник в зеленом городе привлек внимание властей и лесничих. Напомню, вчера мы рассказывали о том, что прямо напротив детского санатория на лесной поляне неизвестные организовали стихийное кладбище. Хоронили там домашних питомцев, но едва ли не с человеческим размахом. Могильная плита, мраморный памятник, поминальные надписи. Но оказалось, что желание увековечить память о питомце таким образом является нарушением закона. Мы впервые слышали вчера об этом. Может быть, кто-то захоронил, друзьям подсказал. Может быть, один хозяин захоронил своих животных. Дыхающих все равно много. Кто-то увидел. Ну вот кто-то увидел, отдыхающий. И может, тоже проявил такую же инициативу. Возможно, что это один хозяин. Не надо забывать, что это памятник природы регионального значения. И не нужно из него превращать кладбище животных. Конечно, самовольное, естественно, самовольное захоронение. Никто тут никому разрешения не давал, однозначно. И вообще безобразие. Таких вещей делать-то нельзя. Особенно в лесах природы, где люди-то оздоравливаются. Трупный яд, конечно, в почву уходит. Если здесь будут какие-то произрастать ягоды или грибы, они могут быть зараженные. Если бы знать, кто захоронил, это вообще административно наказуемое деяние. Это все равно труп. Хоть это не человеческий, если вы с этим сравниваете, но это же труп. Оно могло быть и зараженное, больное. От чего-то же оно умерло. Может, бешенство или еще что-то. Люди, конечно, любят своих питомцев и хотят, наверное, почту себе отдать, когда они умирают. Но не думают о тех, кто живет рядом. О людях. Кстати, сотрудники администрации уже направили специальное письмо в Росприроднадзор и Ветеринарный надзор с просьбой проверить почву и место захоронения этих животных на наличие опасных веществ. Что касается могильных плит, то они будут демонтированы. А по поводу захоронений в городе существуют специализированные организации, которые принимают погибших питомцев и погребают их путем кремирования. Продолжение следует...